Девичья башня, Стамбул, это красивое место, которое часто посещается туристами в курортный сезон. Здесь будет рассказано о том, по какой причине достопримечательность была так названа, а также будет описана ее история. Кроме этого, в статье будут рассмотрены главные достопримечательности и известные экскурсии в Стамбуле. Эта постройка имеет высоту 23 метра, она расположена в 200 метрах от берега Юскюдара. Состоит башня из трех ярусов. В первом располагается павильон, он является основанием. Также есть центральный этаж. Гости могут увидеть открытую галерею. В завершение, на башне имеется острый шпиль, именно на нем расположен турецкий флаг. Пользуется популярностью у туристов Девичья башня в Стамбуле, история этого места достаточно велика и разнообразна. В 1509 году произошло землетрясение, которое значительно повредило постройку, а в 1721 году в этом месте произошел большой пожар, после чего башня долгое время восстанавливалась. Какое-то время историческое место являлось маяком, через 10 лет после пожара башню обнесли стенами, а затем облицевали камнем. Начиная с 1829, достопримечательность использовалась, как камера изолятора при карантине. Уже в 1832 году постройка была полностью восстановлена султаном. Сегодня же посетители могут увидеть полностью измененный интерьер исторической ценности. На данный момент в этом месте располагается знаменитый ресторан, из которого можно увидеть достопримечательности Римской и Византийской империй. Добраться до острова, на котором находится башня, можно из аэропорта или же от причала Кабатош. Безусловно, чтобы попасть в Стамбул, придется воспользоваться услугами авиалиний и осуществить перелет. Уже из аэропорта поездка займет несколько часов. Можно воспользоваться общественным транспортом, например, метро и трамваем. Все же многие туристы рекомендуют совершить путешествие до достопримечательности по воде. Погода в декабре в Стамбул и туропиратер может посоветовать экскурсионный групповой тур по всем достопримечательностям курорта. Время посещения выбирается по отправлению катеров от причалов. Если брать отправление от причала Кабатош, то в будни можно отправиться на остров с 12 до 18 часов. Катер отъезжает каждый час, при этом важно приобрести билет. В выходные дни, а также в период праздников, отправления начинаются в 10 утра и заканчиваются в 6 вечера. Если же необходимо добраться до девичьей башни с причала Саладжак, то оттуда отправления начинаются в 9 утра, а заканчиваются в 18 часов 45 минут. В пути туристы будут не больше двух минут. Как выехать за границу, если в паспорте девичья фамилия турецкая достопримечательность в 2018 году не теряет своей популярности? На сегодняшний день вход туда бесплатный, но придется приобрести что-то из представленного меню, так как постройка является рестораном. Цены на кофе приемлемые, но заказать полноценный обед может быть достаточно дорого. В турецком меню представлены блюда, цены которых начинаются от 35 лир. Если же посетить там же ресторан европейской и османской кухни, то за ужин придется отдать как минимум 140 лир. Когда посетитель желает получить столик у окна, то в его меню дополнительно включается 20 лир. Важно, если это не просто экскурсия, то столик придется забронировать за две недели до посещения. Туристы должны посетить Истекляль, Стамбул. Это одна из самых знаменитых улиц города. Здесь можно насладиться ароматами кофе, а также зайти в несколько магазинчиков. Также отдыхающие могут сходить в музеи Стамбула, которых в городе несколько. Музейная карта Стамбула поможет найти достопримечательности городка, а также подскажет, как до них добраться. Можно выделить несколько экскурсий, которые пользуются особенной популярностью. Его Величество Стамбул. Отдых в Стамбуле при посещении Стамбула без экскурсии такого плана просто не обойтись. Длится поездка около шести часов, за это время путешественники смогут увидеть улицу Истекляль в Стамбуле, а также посетить сразу и Европу и Азию. Туристам представят самые популярные места курорта, а также возможность подняться на обзорную площадку неподалеку от кафе Пьера Лотти. Также отдыхающим предложат посетить Девичью башню и Восточный базар. Можно заказать эту экскурсию через сайт онлайн. Важно! Гид в Стамбуле на русском языке по стоимости может выйти недешевой, особенно если обзорная экскурсия планируется на одного или двух человек. Чтобы сэкономить, лучше присоединиться к экскурсионной группе. Стамбульский калейдоскоп. Это автомобильное путешествие, которое длится примерно шесть часов. Здесь гид расскажет всю историю городка, а также проведет по улицам Стамбула. Отдыхающим представится возможность посетить Стамбульский музей современного искусства, а также другие важные достопримечательности. Особой красотой отличается знаменитый парк миниатюрк в Стамбуле, его следует непременно посетить во время поездки. Стамбул для своих. Это прогулка, которая длится три с половиной часа, здесь каждый сможет ознакомиться с окрестностями города и его жителями. Хотя гид во время прогулки и не будет углубляться в прошлое, все же туристы смогут увидеть, как выпекаются знаменитые бублики, а также как плетутся ковры. Обратите внимание, если приехать сюда в апреле, можно попасть на фестиваль тюльпанов в Стамбуле, это неповторимое и яркое празднование. Индивидуальные экскурсии. Можно заказать индивидуальные. Индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула, но ее стоимость будет значительно выше, чем у групповой. Хорошими отзывами пользуется экскурсия «Стамбул за один день». Она длится 8 часов, а ее стоимость составляет около 150 евро на одного человека. Звездочка не меньшей популярностью пользуется и «Великолепный век». Отдыхающие получат возможность посетить знаменитые места города, например крепость Румели Хисары в Стамбуле. Экскурсия продлится более трех часов, при этом отдыхающим придется идти пешком. Также можно совершить прогулку по Босфору в Стамбуле. К знаменитым историческим местам можно отнести голубую мечеть, которая была построена в 17 веке, когда страной правил Ахмеда и также стоит посетить дворец Ибрагима Паши в Стамбуле. Это здание было возведено в 16 веке. Оно выполнено из камня, поэтому больше похоже на оборонительное сооружение. Желающие могут посетить мечеть Сулеймании и церковь Святой Ирины. Для детей также здесь есть места, где им понравится, так как в курортном городе есть множество парков с аттракционами и развлечениями. Для тех, кто хочет посетить в Стамбуле девичью башню, найдутся и другие интересные развлечения. Гости могут попробовать необычные блюда в ресторанах и кафе, посетить магазины и приобрести сувениры на память. Это красивое и солнечное место создано для отдыха. Звездочка цены указана на 2018 год.